Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Неформат с Михаилом Задорновым на Юмор.ФМ Друзья, добрый день. Приходит пятница, приходит время для программы Неформат в эфире радиостанции Юмор.ФМ. Мы подводим итоги недели с автором и ведущим этой программы Михаилом Задорновым. Михаил Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Николаевичу помогаю вести программу Я. Меня зовут Максим Забелин, я продюсер радиостанции Юмор.ФМ. Мы традиционно ждем ваших звонков на 0731 с ваших мобильных телефонов. 8870 – это короткий номер для ваших смс-сообщений. Также можете писать на сайт. У нас накопилось значительное количество интересных новостей, но прежде мы по традиции нашей неформатной начнем с небольших наблюдений, которые Михаил Николаевич почерпнул в течение своего... Своих поездок за последнее время. Я думаю, что это надо сделать, Максим, вот почему. Ведь у нас с вами марафон такой юмористический. Все-таки два часа мы в прямом эфире, не все подключаются сразу. А те, кто подключились, их тоже надо согреть. Самим нам надо согреться. Ведь нужна разминка перед марафоном, иначе может быть травма у каждого из нас. Поэтому предлагаю размяться вот как. Сегодня, конечно, послушают нашу передачу. Может быть, она будет веселой, может, немножко грустноватой. Ну, я надеюсь, у каждого настроение немножко улучшится после передачи. Как и после концерта хорошего юмористического. Но потом жизнь, свои заботы. Конечно, грустняка владеет многими. И каков рецепт, чтобы грусть реже одолевала? Ну, рецепт могу дать и своей собственной жизни, и своего опыта. Вот что делаю я? Я наблюдаю жизнь. Вот когда посмотришь внимательно направо, налево, вперед, оглянешься, глядишь, а и повеселее становится. Ну, вот был я в Питере. Может, я придираюсь, но я не мог не хохотнуть. Табличка на дверях магазина. «Входа нет, если нет следов перед дверью». Вот о какой модернизации можно говорить в этой стране, если только так можно узнать, есть вход или нет. Сувенирный магазин. Какая литературно изящная надпись. Акция при покупке на сумму свыше 600 рублей. Готовы, как говорит Задорин? Готовы, в подарок, в подарок. Такая загадка. Завернут. Подарок, в подарок. Гастроном. Дверь. Надпись. Гастроном работает и крупными буквами внутри. И восклицательный знак. Я понимаю, что, может быть, у меня мозг так изощрен, может, я придираюсь, но все-таки забавно. Реклама стоматологической клиники. Круглосуточное лечение зубной боли. Ну, это ж пытошное, а не стоматологическое. Прямо круглосуточное. Вот так боль у тебя. Это ее еще лечат. Объявление на станке автобусов. Мы много с вами говорили о том, как лицемерно сегодня слово модернизация в нашей стране. В которой нет водопроводов толком. Грязная вода течет из всех, почти водопроводов всех городов. Когда не изолированы провода, когда взрываются трубы газовые, когда нет дорог, а тут, понимаешь ли, модернизация. Вот пример. Объявление на станке автобусов. Южный Урал. Уважаемые пассажиры, 117 маршрут отменяется в связи, внимание, с исчезновением дороги. Вот что там модернизировать можно? Может быть, еще раз говорю, я придирчив. А может быть, наоборот, меня многие сегодня поймут из наших слушателей. Канцелярский магазин. Клей, написано, я не могу, я даже улыбнул сейчас, для любителей и профессионалов. Вот скажите, Максим, кто такие профессионалы клея? Это, которые бабники баб клеют за бабки? Я не знаю. Саратовское специализированное похоронное предприятие организует похороны для жителей всего района. Скажите, сколько ж садюк в нашей стране? Объявление в газете об услугах экстрасенса видел сам. Не хохотнул. Два раза хохотнул. Предсказательница с седьмым коленом. Это она в Чернобыле родилась. У нее седьмое колено образовалось. Реклама туши для ресниц многие знают. Вот пример того, как часто люди не обращают внимания на то, что видят. Хотя вот я призываю, обращают на это внимание. Чтобы веселее было. Реклама туши для ресниц Валаш. С нашей тушью ваши ресницы растут прямо на глазах. Ну, ребят, хорошо, что хоть не на зрачках. Еще один пример того, как наши не обращают внимания. К чему я все это рассказываю. Мне кажется, Максим, очень интересно затеять такую игру. Вот в нашем неформате. Чтобы люди присылали и делились подобные свои наблюдения. Делились ими с нами. А мы будем озвучивать и делиться со слушателями. Тогда такая всенародная игра получится. Это не беспричинно, я об этом говорю. И я не считаю это бесперспективной, просто веселой игрой. Дело в том, что я верю в древнюю мудрость. Если у тебя есть проблема, посмейся над ней. И тогда она уйдет. Нам надо как-то всенародно вот эту дурь, опять-таки поголовную, все-таки уничтожать. Вот опять соль морская. Покупаю морскую соль. Написано, соль образовалась. Вот так и написано. В полиазольскую эру. И прямо под этим, в скобках, гарантия два года со дня изготовления. Ее все покупают. Но почему только три человека, один из которых я, эту чушню заметили? Вот такой конкурс, я считаю, надо организовать. Ну и последняя из первых. Давайте так. Вот я предлагаю. Мы так с вами будем иногда говорить о серьезном, иногда грустном, иногда веселом. А чтобы не заскушнить нашу аудиторию, давайте я буду вот включать эти свои наблюдения, чтобы опять-таки повеселее было. Ну и мы, наверное, разные рубрики с вами объявим. Объявления в газетах могут быть, могут быть забавные, могут быть надписи. Например, вот объявления в газете. Эта страна никогда хорошо жить не будет, если вдуматься в это объявление. «Потомственный алкоголик быстро и безболезненно снимет кодирование». Вот в стране, в которой алкоголики снимают кодирование, народ непобедим. Да, есть одна проблема. Что же делать, когда ты закодирован, а выпить надо? Я хочу сказать, что, друзья, вы можете действительно присылать ваше сообщение 8870. Мы традиционно в наших программах читаем самые интересные из них, потому что приходит огромное количество различных наблюдений, связанных с вывесками, с названиями ресторанов, кафе. А я бы лучше награждал, Максим. Вот если нам что-то понравится, теперь есть такое выражение «топ». Это значит, ты на высоте. Вот, может быть, и награждать, первые три места объявлять. Я даже знаю, кто в жюри будет, мы с вами. В общем, нам никто и не требуется. Вы хохотнули? Третье место я хохотнул. Второе. Мы вместе хохотнули? Первое. Хорошо. А если кто-то из нас чихнул, гран-при. Договорились. Давайте тогда сейчас мы ожидаем ваших сообщений, а пока, поскольку мы традиционно подводим итоги недели, давайте поговорим об одной новости, которая стала, пожалуй, главной новостью этой недели, и постараемся ее обсудить. Вот теперь к серьезному. Итак, эта новость пришла буквально в начале недели, да, но сейчас ее уже все обсуждают, поэтому давайте ее послушаем. Новость недели. Сергей Шойгу утвержден на пост губернатора Московской области. Московская областная дума в четверг, 5 апреля, единогласно утвердила главу МЧС Сергея Шойгу на должность губернатора Подмосковья. За него проголосовали все 46 присутствовавших на заседании депутатов. На новом посту Шойгу начнет работать 11 мая, когда истечет срок полномочий нынешнего главы Московской области Бориса Громова. Как отмечает Интерфакс, после голосования глава МЧС поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал приложить все усилия, знания и энергию для того, чтобы Московской области жилось еще лучше и еще счастливее. Реформат. Новость недели. Михаил Николаевич, я хочу проконсультироваться с вами как со специалистом. Таким вот незатейливым способом, да, мы и прорекламировали наших партнеров дорогих, и небольшая вот заминка возникла. Можете, кстати, наблюдать нас в онлайн-трансляции на интернет-сайте юморфм веселаярадио.ру, где вы все это можете увидеть. А сейчас давайте обсудим, наконец, новость недели. Итак, Сергей Шойгу стал губернатором Подмосковья. По-моему, очень правильно вы дали эту новость в стыке со средством Танакан. Оно же память улучшает. Значит, как бы намек, не забывай о тех ошибках, которые сделал предыдущий губернатор. Это надо помнить. Я о предыдущем губернаторе выскажу свое личное мнение, никого не навязываю. Он замечательный был генерал. И показал себя настоящим мужиком в Афганистане. Но это не значит, что каждый генерал может быть губернатором. Подобные назначения в России были. Когда назначали героев войны на Кавказе губернаторами. Все эти безрезультатно все это оказалось. Я по Подмосковью ездил много и каждый раз сам себе говорил, когда же сменят Громова. Ведь все-таки рыба гниет с головы. И Подмосковье выглядит чудовищно. Максим, мы часто говорим в нашей передаче, что я много вижу, что происходит в Москве. Что происходит в России. Вот вам наблюдение, о котором я никогда не говорил. Выезжаешь из Москвы, сразу такая бедность, такая нищета, такое убожество. Едешь дальше, дальше, дальше. И все начинает красивше и красивше становиться. Вы приезжаете километров за сто Егорьевск. И уже видно другой хозяин. Уже покрашены дома. Уже нет таких заборов, как в Подмосковье. Ощущение, что было землетрясение. А где это покрашено, то после землетрясения не выровняли, а покрасили просто. И мне кажется, что Шойгу с этим справится. Все-таки он человек, прошедший очень серьезные испытания. Он же был министром ежедневных происшествий практически в России. И недаром народ к нему вообще относится с уважением. Правда, ему очень интересно называли Путина в свое время. «Хозяин Шойги». Вот теперь хозяин Шойги будет в Подмосковье. Ну и будем ждать, конечно, результатов. Давайте на этой легкой шутке прервемся на короткую рекламу. После чего продолжим. Еще раз добрый день всем, кто слушает радиостанцию Юмор-ФМ. В эфире программа «Неформат» с Михаилом Задорновым. Мы буквально только что объявили о том, что вы можете присылать ваше наблюдение. И уже, как из рога изобилия, посыпались сообщения. 8870. Телефон для ваших смс-сообщений. 0731 для звонков. Я, Михаил Николаевич, позволю себе зачитать буквально несколько. Интересно. Вот как сразу откликнулись. Вот что значит «живой эфир». Здорово. Екатеринбург. Метро. Плакат с рекламой медицинского препарата. «Страдаешь псориазом? Дай в обед». Мне вчера уже за кулисы после концерта принесли это лекарство. И тоже показали его название. Так что я вчера уже ахал и охал по этому поводу. Мол, дай в обед. Ну, это на конце «Т», да? Кимры. При выезде из города рекламный щит. Кимры – город обувщиков. Виктор прислал такое объявление. Я бы обиделся на месте горожан. Они там всех обувают. Видимо, да. Чудесное совершенно сообщение. В больнице вывеска, к сожалению, не подписался человек, который прислал его. Травмпункт. Выхода нет подписано. Ой-ой-ой, хорошо. Это я еще в советское время обращал внимание на то, что в метро написано «выхода нет». И это каждый человек утром видел это. То есть жизнь была бесперспективна у советских людей. Они все ездили в метро. Давайте я зачитаю крайнюю на данный момент. Потом немножко вернемся к ним попозже. Большая реклама у дороги. Купите «Жигули», «Лада» в любой комплектации. Оформление на месте. Наш адрес. Улица Вторчермета, дом 15. Это я уже не... Надо еще было дверь, где написано «утиль» добавить. Да. 8870 номер телефона для ваших... Но здесь уже есть победители. Уже есть. Мы можем выбирать. Да, у нас есть из чего выбирать. Друзья, в итоге программы мы подведем в конце. И сможем что-то даже вручить. Суинирку от «Юмор.ФМ» и книгу с автографом. Книжечку, да. Напишу к этому времени. Давайте вернемся к теме этой недели. К одной из основных тем недели. Сергей Кожгетович Шойгу. Да. Назначен губернатором Подмосковья. Мне кажется, что в этом есть смысл. Я Шойгу... Ну, мы знакомы, естественно. Мы не часто виделись, мы не дружим. Но я, например, знаю, что он очень любит творческо Жванецкого. И что в свое время там, когда было трудно с изданиями, помог издать сборник рассказов Жванецкого. Он играет на гитаре, поет. Конечно, этого мало для того, чтобы быть губернатором. Но у нее есть главное. В Подмосковье сегодня одно сплошное ЧП. И это его профиль на сегодняшний день. По этой теме есть, кстати, очень интересное сообщение. Вот только что оно пришло. Вы говорите, Подмосковье выглядит чудовищно. В таком случае Подмосковье распространяется до Владивостока. Это неправда. Это не так. Я имею право это говорить, потому что я путешествую по России. А тот, кто написал, судит о России по телевидению. Телевидение всегда запугивает и всегда рассказывает кошмары. Я был во многих городах. Сколько волжских городах выглядит красиво. Да даже я писал в интернете, можете заглянуть в живой журнал, набрать Окунево, Задорно. Деревня под Омском. Вот каким должно быть Подмосковье. Какие дома, как покрашены, как сделаны, какие хозяйства, какие трудолюбивые люди живут. Ну что вы. Вот это ложь, то, что кто-то написал. Это ложь телезрителя, который составляет свое мировоззрение по ящику для придурков. Давайте послушаем сейчас звонок. Он абсолютно в тему. Нам звонит Анатолий из Новосибирска. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот, Михаил Николаевич, на самом деле, позволю себе не согласиться с вами насчет того, что это абсолютная ложь, потому что вот я очень много езжу тоже по России, в том числе Москва, Петербург, ну, само собой, живу в Новосибирске, Екатеринбург, и наблюдаю примерно одну и ту же картину. То есть город, любой миллионник, он как бы вытягивает из окружающей среды, из окружающей области ресурсы, детские, денежные, всевозможные. Поэтому области у нас, в принципе, в стране одинаковы. Рядом с нами Томская область. Исключение, пожалуй, Кемеровская область составляет, но это спасибо Тулееву. Да нет, я вам еще приведу примеры. Почему только Кемеровская? Я еще раз говорю, по Домскому в одной деревне зоопарк люди создали, шутка ли? А у вас под Новосибирском есть колхозы, в которых очень развито хозяйство. А по Томскому поглядите, какие, я не говорю про все деревни, но есть очень интересные места. Это зависит от активности самих людей. Поэтому давайте так, давайте не будем ссориться. Вот я наполовину с вами соглашусь, а вы наполовину со мной. И разошлись по-хорошему. Ну, я бы хотел сказать, что вот новосибирские деревни, они образцово-показательные, это Верх Ирмень, пожалуй. Правильно, я имел в виду. Спасибо большое директору, который на своем горбу уже столько лет тянет эту деревню, тянет это хозяйство с 90-х лет, а все остальное просто пришло в запустение. Вы конкретным примером подтвердили мои слова. Я, кстати, это хозяйство имел в виду. Ну, просто не стал подумать, что я сочиняю слова непонятные, произношу. Спасибо. Как вас звать? Анатолий. Анатолий, ну, благодарим вас. Вы очень, по-моему, хорошо поучаствовали в нашей беседе. Да, я давайте в тему немножко добавлю, что пришли данные Росстата. Анатолий говорит о том, что крупные города вытягивают как бы из провинции ресурсы. И считается, что Москва это главный город, в который съезжается вообще вся страна. Главный вампир денежный. Да, но зачем люди едут сюда? Чтобы хорошо зарабатывать. Так вот, пришли данные Росстата, которые гласят следующее, что, оказывается, самые высокие зарплаты в России в Ямало-Ненецком автономном округе. Где-где? В Ямало-Ненецком автономном округе. Более 59 тысяч рублей в среднем получает житель Ямало-Ненецкого автономного округа. На втором месте стоит Чукотка, далее Ненецкий просто автономный округ, на четвертом канты Мансийский автономный округ, потом Магаданская область. И только шестое место по уровню зарплат занимает Москва. То есть, представляете, север, да, у нас на первых местах? Да. Ну, понятно, потому что север практически приватизировали олигархи. И там, скажем, на весь полуостров какой-нибудь два олигарха и десять жителей. Конечно, там средняя зарплата будет выше, безусловно. Ну, я бы так не доверял все-таки этому. Я вообще, есть правда, а есть статистика. Вот так скажем. Мы, такая шутка у нас была еще в советское время. Это какие-то люди, менеджеры собирают данные, что-то делят на что-то. Хотя все равно интересно. Для затравки разговора получилось. Завязка за разговором получилась. У нас есть некоторое время до рекламы, Михаил Николаевич, есть еще несколько сообщений, которые касаются одной из главных новостей этой недели. Выступая в эфире радиостанции «Русская служба новостей», Сергей Шойгу сказал, что если говорить с точки зрения главы Подмосковья, то я считаю, что можно обойтись без мигалок на автомобилях чиновников. Очень животрепещущая тема, которая всех беспокоит отменять мигалки, не отменять. Кто-то ездит с мигалками, кто-то ездит без них. Ну, наверное, можно обойтись. Нет, обойтись-то точно можно. Безусловно, но если вы снимете мигалки с машин, чиновников, они себе на голову поставят, будут ходить с мигалкой, с этим чирием на голове. Да, чтобы видели, мол, крутяк идет, а не фуфло какое-то пожомканное. Как он только хочет это сделать? Мы ведь это уже проходили. Немцов хотел пересадить всех на «Волге» когда-то. Я, кстати, пришла буквально на этой неделе тоже новость, я предложил бы ее чуть позже обсудить, относительно того, что чиновникам будет запрещено приобретать в служебное пользование импортные автомобили, ездить на отечественных. То есть все повторяется. Да вообще их надо было выселить из квартир в Хрущевке, дать им всем «Жигули» первой модели. И мы бы посмотрели, кто из них останется на месте. Кто останется, тот радеет за Россию. Я такой экзамен бы у них провел. Отобрать ювелирку. А то противно же на жен смотреть, как елки разнаряженные ходят. Знаете, когда меня спрашивают, почему вы не носите золото? Я говорю, я не настолько бездарен, чтобы этим заниматься. Человеку, который себя чувствует никчемкой, ему надо самоутверждаться ювелиркой. А умному-то зачем? Позволите на правах рекламы сообщения для наших уважаемых чиновников. Друзья, как вы уже знаете, лады последней комплектации вы можете приобрести на улице Вторчермецкая, 15. Небольшая рекламная пауза, после которой вернемся в эфир. Мы продолжаем программу «Неформат» с Михаилом Задорным в эфире радиостанции «Юмор-ФМ». Я приветствую всех, кто присоединился к нам только что. И друзья, продолжают приходить ваши сообщения. Они просто прекрасны. В Москве на улице Воронежской вывеска «Зоомагазин», а ниже другая, всегда свежее мясо. Причем не уточняется чье мясо, просто мясо. На перетяжке, чудесное сообщение, мне очень понравилось. На перетяжке в Луховицах висит рекламный лозунг «В России две столицы, Москва-Питер и Луховицы». Москва-Питер это одна столица, а Луховицы вторая. Ну здорово. Две точки притяжения, да. Это уже заслуживает подарка, приза. Я не знаю, если так дальше у нас пойдет передача, у меня книжек не хватит. Придется новые писать. Еще здесь такая надпись «Свалка запрещена». Внизу, видимо, от души подпись «Штраф по горбу лопатой». Владимир из Ставрополя прислал это сообщение. Давайте присылайте еще свои сообщения. Это по-славянски. 8870-0731 номер для ваших звонков в прямой эфир. Вы можете нас видеть сейчас на сайте веселоарадио.ру, где организована онлайн-трансляция. И мы продолжаем подводить итоги этой недели. Михаил Николаевич, хотел бы еще затронуть одно из, может быть, уже крайне на сегодняшний день новостей, да, которая связана с именем Сергея Шойгу. Да. В одном из интервью он высказал мнение, что, ну, не разделяет оптимизма по поводу расширения Москвы. Кстати, один из вариантов. Никто не разделяет оптимизма. И он предлагает столицу России перенести в Сибирь. Ну, опять, ну, хорошо бы, причем куда-нибудь в тайгу, чтобы поглуше место найти. Но это же нереально. Ну, как они, ну, что у нас, самолеты с мигалками будут, что ли? Ну, что, как они туда поедут? Они же, их туда не перевезешь таким, таким табором всем, чиновничьим. Хотя идея хорошая, но мне кажется, что это можно сделать и здесь поближе к Москве. Вот, например, не только что ведь прислали Питер, Москва, столица, и еще и Луховицы, и две столицы, и Луховицы. Ну, Луховицы перенесите, сама подсказка пришла до того, как вы мне этот вопрос задали. То есть я так понимаю, что Шойгу сейчас очень так заточен на какие-то дела. Ну, я думаю, что главное дело его, это, конечно, восстановление болот в Подмосковье. Потому что болота нельзя сушать. И они спасали всегда нас. От многих, как от врагов спасали, так и от засухи. И вот если он это в первую очередь сделает, то тогда честь ему и хвала. И утопит. Ведь высушили болото многие. И поставили особняки там. А сейчас надо издать указ, вернуть все на место. То есть особняки надо утопить в этих болотах. Ведь это же полное безобразие. Лесников убрали. Надо лесников восстанавливать в Подмосковье. Они ходили, следили за тем, чтобы не бросали мусор. Я же вам рассказывал, что мы поехали по моему призыву, который я кинул в интернете, такой славный почин, поехали, приберем клочок земли. И мы прибрали клочок земли в Подмосковье. А почему это не могла администрация губернатора сделать, объявить такой субботник? Тысячи мешков чёрных, полиэтиленовых с мусором вынесли с клочка леса. Разве может быть будущее у страны, которая живёт на мусорной свалке? Я рассказывал об этом. Я просто повторил тем, кто ту передачу не слушал. Носки, трусы на кустах висели. Это как это возможно? Вот трусы мужские причём. Ну, женские ладно, ещё хоть как-то понятно. Но мужик-то как без трусов из леса ушёл. Я надеюсь, что Шойгу воспримет правильно Подмосковье, как ЧП. И к этому так и отнесётся, как относился ко всем подобным ситуациям. Мы на этой неделе получили ещё несколько интересных сообщений. Одно из них касается одного из наших любимых чиновников. Это Геннадий Онищенко, главный санитарный врач России. Но на сей раз не он что-то сам сделал. А он всё время какие-то подарки делает людям. Он всё время что-нибудь такое брякнет, что потом в интернете его фразы болтаются на разных блогах. Не только в интернете, но и у нас в программе мы очень часто обсуждаем высказывания Геннадия Онищенко. Но на сей раз новость следующая. Лента Ру сообщает, что произошёл инцидент с Геннадием Онищенко в Украине. Он произошёл во вторник. Случилось следующее, что в момент проведения пресс-конференции в Киеве, в этот зал для пресс-конференции вошёл депутат Украинской Рады, которого зовут Олег Лешко. Он положил перед Геннадием Онищенко бумагу, развернул её. Там оказался сыр и колбаса. И он произнёс следующее. Вот ешь! Вот ишь! Это наш украинский сыр, самый лучший сыр в мире. Это наша колбаса, наше сало с прорезью. Как ты с украинской фамилией мог запретить наш сыр в России? Сказал Олег Лешко. А Онищенко что-то? Онищенко, возмущённый таким поведением украинского депутата, встал и покинул зал для пресс-конференции. Позже, комментируя эту ситуацию, Интерфакс приводит сообщение, он сказал, что моё отношение к этому инциденту профессиональное. Это медицинский случай. Обращаюсь к тем, кто срежиссировал эту ситуацию. Негуманно использовать нездоровье человека в таких целях. Боже мой, ну почему такой ерундой надо заниматься? Я ел много украинского сыра. Он замечательный. Ну, кто сказал, почему он вреден для здоровья? Почему сало вредно для здоровья? Почему белорусские молочные продукты вредны? Да потому что политики так решают. Потому что их менеджеры так... А подделка корвалола и волокордина, и аспирина отечественного, это не вредно для здоровья? Лучше бы посмотрел на фальшивые лекарства. Это что же? Это наш ответ. Украинцы воруют газ, а мы за это запретили их сыр возить к нам в столицу. Слушайте, ну сколько... Нет, ну славянская отчизна идиотами не оскудеет никогда. Я не про Нищенко, а про тех, кто вообще... Я не его хотел оскорбить сейчас. Про тех, кто вообще этой шнягой занимаются. Я еще раз... Если кто-то из ближних к Нищенко слушает, наведите порядок в аптеках. Это важнее, чем проблема завозить украинский сыр или не завозить. И то же самое с белорусским продуктами. Я видел белорусских людей, белорусов, они едят свои молочные продукты, да они выглядят в 100 раз лучше, чем наши москвичи. Что-то прорвало меня в гневе. Да, я так, затаив дыхание, это послушал. На самом деле, я хочу назвать причину, почему Олег Лешко так поступил. Потому что в феврале 2012 года Роспотребный обзор запретил ввоз в Россию нескольких сортов украинского сыра. Ну, собственно, то, о чем мы говорим. Ну, я это и говорил. А на месте Нищенко, я бы, честно говоря, вот мне положили на стол, я бы завернул и взял с собой. Потому что теперь в России хорошего сыра не купишь, раз украинский не купишь, так хоть с собой бы взял. Еще одна интересная новость 3 апреля. Она датирована 3 апреля. Интерфакс сообщает, что либерально-демократическая партия России выступила за объявление амнистии ко дню инаугурации президента России. Депутаты Жириновский и Игорь Лебедев, его сын, выступили с такой инициативой. Они предлагают применить амнистию к ограниченному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия. Ну, я понимаю, в чем дело. Хотят, чтобы свежая кровь в депутатов влилась. И чтобы так среди политиков появились более интересные, уже не отформатированные люди. Возвращаясь к Онищенко, слушайте, вот к этому запрещению сыра. Смотрите, я никак отойти от этого не могу. Сколько людей погибает от плохих лекарств, от химии сегодня, от... Нормально? Все, вот куда не приедешь в Россию, в любую деревню, там, в любом, в любой забегаловке стоят фанта. Стоят вот эти напитки, как будто из леденцов давленных разноцветные. Лежат, чудовищный закус лежит. Все эти хрустящие ошметки кальмаров, какие-то ошметки картофеля. Вот это он не запрещает, да? Потому что это выгодно. А украинский сыр он запрещает? Не могу. Я буду возвращаться к этой теме все время. Во мне все негодует. Ну, вот негодует мой внутренний мир. Я знаю, как от лекарств перевести вас в нормальное русло. У нас есть звонок из Кургана. Максим, здравствуйте. Прервался. Сорвался. Курган хороший город. Знаете, чем он мне нравится? Там нет нефти, газа, там люди работают. А вопрос был по поводу передач, которые идут сейчас по телевидению, которые повествуют нам о конце света. Конца света не будет. Я говорил и буду говорить. Но неужели вы главной приметы не знаете? Во-первых, когда пишут о конце света, о конце света в газетах, далее рассказывают о том, как строится сочинский весь комплекс для Олимпиады 2014 года. Уж кто-кто, а Путин оповещен, будет конец света или нет. Раз там чиновники свои схемы наладили, конца света не будет. А у простых людей очень тоже точная психология. Они не верят в конец света. Согласитесь, Максим, если бы верили, взяли бы кредиты, которые отдать не могут. И начали бы их тратить. А сейчас покупать на способство пало. А, берегут. Берегут. А крайне того, я получил письмо электронное с тем, что сведения наши переврали. И подпись. Вождь племени Майя. Все, значит, точно. Конца света не будет. Я перед уходом на рекламную паузу позволю себе прочитать несколько сообщений, которые пришли к нам на 8870 от наших слушателей. Спасибо вам большое. Вы становитесь соавторами нашей программы. Не формат. Недалеко от деревни Калугина есть магазин. Называется «Беспохмельная Русь». Там есть посетитель. Вот, да, не указано. Не указано. Пустуют входы. Разорятся, ребята. Вывеска следующая. Магазин на Пресне. Интим ломбард. О-о-о. Это что туда закладывать надо? Да, вот я не очень... О-о-о. Еще раз. О-о. Тут это без комментариев. Реклама по ТВ Самара. Бензопилы Хукскварна. Укрась природу. Страшно. Я говорю, иногда мурашки по коже от таких надписей. А я могу продолжить еще. Некоторые... Вот это трогательная надпись. Я много видел очень трогательных надписей. Согласитесь, ведь это очень трогательно. В Уфе в одном из пивбаров написано «Пиво не наливаем в бидоны, бутылки, а также в ладошки». Вот это так трогательно. Пришел человек, говорит, «Налейте мне в ладошки, я выпить хочу». Я из магазина «Беспохмельная Русь». Налейте. «Найте мне в ладошки, я их помыл». Табличка в маршрутке в городе Тамбове. Сдачу не клянчить. Тоже трогательный. Такой мужичок, говорит, «Дай сдачу, дай сдачу». А это еще трогательный. На магазине бытовой химии. Время работы с 9.00 до 20.00. Каждый божий день. Киоск закрыт по техническим причинам. Ушла в декрет подпись «Баба Надя». Ну, да. И самое трогательное. О, Воронеже. На территории кладбища загорать запрещено. Вот он, непобедимый народ. Да, пацаны между могилками разлеглись. Кремом намазали, чтоб зомби не кусали. Я понял ваш знак. Реклама или потенции. Да, наоборот, импотенции. Или памяти. Что, в принципе, запараллелено. Сейчас и узнаем. Продолжается программа «Неформат». В эфире радиостанции «Юмор.ФМ». Михаил Николаевич Задоронов в прямом эфире отвечает на ваши звонки. По телефону 0731-8870. Мы принимаем ваши смс-сообщения. Их очень много. Вы присылаете туда то, что наболело. И самое главное, мы открыли, пожалуй, ящик Пандоры. Потому что повалилось огромное количество сообщений. Даже я не ожидал, честно. Да, их просто огромное количество. Они касаются различных объявлений, вывесок, названий ресторанов, кафе и так далее. Я позволю себе некоторые зачитать. Ну вот, например, звуковая реклама в гипермаркетах. Вернее, нет, надпись на магазине. Магазин «Гурман.Бытовая химия». Приятного аппетита, мне надо пожелать вам. Вот об этом, не знаю, пожалуй, говорили, да? Мордовия, придорожное кафе «Мордональдс». Да, я говорил об этом. Там целое село, так называется. Там что не домик, то подарок сатирику. У нас возникло просто большое количество споров относительно того, как правильно ударение поставить в следующей улице. Так вот, в Питере на улице Салова, все-таки, пожалуй, так, есть кладбище. И перед кладбищем висит рекламная табличка с надписью «Школа экстремального вождения». Ниже указательная стрелка на кладбище. Это, видимо, результат. Сильно, очень сильно. А сейчас, когда я вспомнил одну историю, вы закончите зачитывать, я расскажу ее, связанную с подобным. Ну вот, из последних, магазин в Домодедово. «Супер Сельпо». Супер, просто там супер гипер надо было. Знаете, мне написала одна девушка, пишет, я стоматолог, я гинеколог, но блондинка. И вторая фраза, ко мне на прием, поэтому не приходите. Потому что, я, конечно, дочитал письмо до конца, но если бы не блондинка, я бы, конечно, пошел к ней на прием, к гинекологу. И она пишет, что она, значит, купила этот, боже мой, навигатор. Ну, который называют в народе нафигатор. Это же, знаете, только наши водители ругаются с навигатором, будучи за рулем. «Ты, фуфло китайское, ты чего мне раньше не сказал, куда поворачивать?» И она набрала, она пишет, я езжу только туда-обратно, на работу-обратно, с закрытыми глазами могу ездить. Но я же тоже должна быть крутой, как все. И набрала в первый день адрес, так это фуфло китайское, пишет она, привезло меня на кладбище и еще сказала, ваш путь окончен. Что там еще у вас? У ее сообщения плакат висит. «Не китайские запчасти для китайских грузовиков». Класс! Класс! Вот это мне нравится. Знаете, знаете чем? Потому что вот лохам надо товар впендюрить. И лохи же в это верят. И вот у нас очень много подобных объявлений. Я видел сгнившие бананы на рынке в центре, в Москве, лежали. Сгнившие, знаете, эти с пятнами, гадость. Но ведь продать лохам надо. Что придумали? На ценнике написали «Бананы леопарда были». Круто! Я хотел еще одну тему затронуть, Михаил Николаевич. У нас же такая пунктирная история. Пунктирная история. Мы сначала немного смеемся, потом говорим о серьезном вещах. Вообще надо попросить кого-то, потому что я смотрю вот такое количество сообщений, что мы с вами разговаривая не успеем их себе прочитать. Надо кого-то попросить их отобрать, да? И мы же в конце наградить должны. А давайте сделаем так. Я сейчас даю распоряжение Яну Розенбергу, нашему продюсеру спецпроекта. Я поддерживаю это распоряжение. Ян, Адбери, сделай, пожалуйста, топ-10 и принеси нам в финал. Да, мы уже наградим. Посмеемся и наградим. А, и пускай кто-нибудь засеет. Надо засечь уровень шума нашего смеха. Сколько децибилов? Судя не сказал децибелов. Децибилов? Децибилов. Ну, в нашем случае децибилов. Извините, я сам запутался с этими глупостями. Ну, хорошо, давайте про новость. Сейчас посыплются сообщение, какие вы децибилы, Михаил Иванович, вы тоже так. Да вы децибилы. Итак, новость. Агентство Интерфакс сообщает, что премьер-министр Владимир Путин констатирует рост интереса россиян к посещению музеев. На встрече с руководителями ведущих российских музеев Владимир Путин отметил, что несмотря на проблемы, интерес общественности к музеям постоянно растет. По его словам, в 2005 году российский музей посетило 75 миллионов человек, а в 2010 уже 81 миллион человек. То есть на 6 миллионов человек больше стало проводить времени в музеях. Почему? Люди пошли в музеи. Знаете, эта история про вас с Филатовым может быть. А, ну мы всегда любили музеи. Но сначала скажу свое мнение. Мне кажется, что Владимир Владимирович всерьез занялся возвращением уважения народного. Он иногда такие выдает мысли сегодня правильные. По-моему, его очень как-то насторожило то, что случилось с этими митингами. Ну, например, он даже где-то сказал, что... Вот он точно увеличит свой рейтинг после этого заявления. Увеличил. Он сказал, что в программу «Снос ветхого жилья» включает «Дом-2». В первую очередь. То есть он какие-то популярные. А насчет музеев я вам скажу. Действительно, интересная получается картина. Я ведь почти во всех городах, в которых я бываю с гастролями, захожу в какой-нибудь музей. Это так интересно. И во всех очереди. И есть такие музеи. Причем, я думаю, это не точная статистика, которую вы сейчас озвучили. Потому что есть музеи негосударственные. Вот это удивительное явление. У нас в России появились частные музеи. Есть государственный новый музей. То есть у людей просыпается интерес. Вот знаний у молодежи нет, а в музей они ходят. Знаете, есть, например, музей кирпича и музей инструмента. А ведь интересно. И люди есть в ней. Я в Томске видел музей топора. Там собраны топоры, начиная с каменного века. И есть посетители. У людей есть интерес. И вот это означает оживление мышления. Есть музей воздуха. Шутка ли? Причем работает в Тверской области. Там демонстрируется не что-нибудь, а самый настоящий, старинный, дореволюционный воздух. Сохранившийся в первозданном виде с 1917 года. Но в колбе. Я не знаю, как он демонстрируется. Подышать же не дает. Просто вот этот воздух. Ну, конечно, разводил его то еще. Музей человеческого варварства и свинства находится во Владивостоке. Это вот Дарькин поэтому и был уволен, видимо. А может даже экспонат там есть какой-то из мэрии. Музей паровозов, чайника, утюга существует. Смотрите, как интересно проявляется мышление наших людей. У наших людей всегда был интерес к музею. Вы знаете, в советское время ведь ни в один музей попасть не возможно. Кроме одного, куда мы попались с Леонидом Филатовым однажды. Попали мы, потому что мы замерзли. И в одном из музеев была выставка художников и изделий Каракалпакской АССР автономной. Ну, мы так замерзли, а погреться негде было. У нас 20 копеек в кармане. Только и хватает, чтобы купить билет на выставку и немножко, значит, погреться. Мы зашли, ему 18 лет, мне... Нет, ему 20, а мне 18. И Леня был авторитетом. Он предложил зайти туда, мы зашли. Мы так рассматривали внимательно. Ну, надо же было потянуть время. Поплавки, расписанные художниками, расписанные Каракалпаки. Что, конечно, та дежурная, которая стерегла, как зимецо, как негодство и предложение. Не знаю, что она стерегла. Там ни одного отзыва не было. Там вообще посетителей не было. Только мы первые пришли. И она, значит, она с таким уважением на нас глядела. И говорит, вам понравилось? Мы говорим, очень. Она говорит, отзыв напишите. Ну, нужен же хоть один отзыв, иначе что стережет. И Леня взял книгу, говорит, мы подумаем. Кто знал, что он станет филатовым, а я еще вот этот вот начинающий инженеришка стану задорным. И мы отошли в уголок, там такой столик, и Леня пишет. Я сейчас выражусь мягко, потому что, ну, чтобы не запипикивать. Не запипикивать. Да, прямой эфир, и мы не сможем это сделать. Да, не в... А, кстати, да. Но все-таки надо уважать наших слушателей. И Леня по диагонали крупно пишет. Охренительно. Ну, это я, да, поняли. И я, значит, хохотнул. Он говорит, тише, а то она заглянет. Говорит, подпишись. Нормально? Кто знал, кем мы станем? И мы подписались. Филатов и Задорный. Вы представляете, сколько бы сейчас этот листок стоил на аукционе? Мы выбежали хохоча, мы согрелись, благодаря этой надписи реально. Она за нами, говорят, побежала, но мы уже исчезли за поворотом. Вот так мы согрелись. А все, когда говорят, сегодня молодые вы, говорят, неприкольные ваши поколения. У вас не было секса. Да, секса не было, но была любовь. А что значит, мы жили неприкольно? Очень прикольно. Аркан говорит мне на гастролях. Аркан брал меня на гастроли, потому что нужен был хоть один гастролер русский. И так мне повезло. Я, будучи русским, вышел на сцену. И он мне на гастролях в Одессе говорит, пойдем прогуляемся. Весенний день, чудный. Мы вышли, автоматы с газированной водой появились уже. А это счастье для советского человека было, когда выставлялись первые газированные автоматы. Но написана была табличка, автомат не работает, нет воды. И Аркан вот с этими глазами мудрого сыча мне говорит, слышь, мне неудобно, я уже в возрасте, а ты, человек молодой, перевесь вот эту табличку с автомата газированной воды на телефон автомата. И я, значит, повесил, и мы за углом стоим, и я тоже сычом стал, смотрим, два придурка известных человека, будущие звезды. Но он-то звезда, я будущее вроде как. И мы заглядываем, и пускай действительно не говорят, что они все очень остроумные. Первый же, который зашел в телефон автомат, как брякнет по телефону кулакам, говорит, гады, воду отключили. Телефон не работает. Мы прервемся на короткую рекламу и встретимся в начале следующего часа. Продолжается программа «Неформат» в эфире радиостанции «Юмор.ФМ» 8 8 7 0. Телефон для ваших смс сообщений 0 7 3 1. Звоните в прямой эфир, чтобы получить ответы и консультации нашего главного специалиста Михаила Николаевича Задорнова. Как обсмеять проблему и стать счастливым? Да, у нас, я тоже заметил, что у нас большое количество рекламных сообщений приходится на программу «Неформат». И они тоже такие, такая веселуха. Я рекламных сообщений именно про то, что нужно память тренировать, там еще кое-что тренировать. Поэтому, друзья, давайте как-то вместе объединяться. Но эти дела запараллельны. Мы говорили в прошлом... Потому что если потенция ухудшилась, по памяти она восстанавливается. Я вспоминаю, что что-то было. Так, я хотел вернуться на секунду к предыдущему часу. Мы говорили о том, что в России есть огромное количество хороших, замечательных музеев. И люди стали ходить в музеи, они стали это делать чаще. У нас есть еще один большой музей. Это Государственная Дума Российской Федерации. Там есть большое количество испанцев. Антихориат практически. Да. Президент России Дмитрий Медведев сообщил во вторник, что подписал закон о новом порядке регистрации политических партий. Да, я слышал. Легче теперь процедура стал. Да, да, абсолютно точно. И сразу же возникло несколько сообщений от политических партий, новоявленных, которые хотят попасть в Государственную Думу. Ну, либо просто заявить о себе. Во-первых, предлагает возобновить свою деятельность партия российских пенсионеров. Ну, это ладно, без комментариев оставим. Пиратская партия готова зарегистрироваться по новому закону. Мы собираемся зарегистрироваться и... Пиратская партия. Да, пиратская партия. Эта партия насчитывает 5000 членов и около 30 тысяч сторон. Это у нас или в Сомали? Это у нас. За что выступают люди? Они выступают за то, чтобы вся интеллектуальная собственность, которая создается авторами, могла быть совершенно спокойно донесена до конечного потребителя без выплаты авторских прав. Знаете, в моей жизни ничего не изменится. Мне как не платили за мои записи, так и платить не будут. На телевидении платят, а вот эти диски расходятся. Мне иногда приносят за кулисы на подписи, вот записи мои, DVD или CD. Я таких даже не видел никогда. Я там в каких-то жутких позах. От фотошоплен по полу. От фотошоп... Плен, правильно. В плен к фотошопу, то бишь. Так что пускай регистрируются. И еще есть одна партия, про которую я не могу не сказать. Это партия российских гомосексуалистов. Наконец-то. Наконец-то. И мы так долго ждали этого момента. Да, самое удивительное другое, что основатель движения московского гей-парада Николай Алексеев, есть вот такой персонаж, заявил, что до конца года состоится учредительный съезд, представляете, да, и сам процесс регистрации в Минюсте. Алексеев отметил, что они не ограничивают прием в партии только геями или лесбиянками. Туда могут вступать в том числе и гетеросексуалы, сочувствующие этому движению. Вопрос, что делает гетеросексуалу в этой партии? Отлично. Вот лучше мы жить не будем, а веселее точно. Вообще интересно, они хотят что, занять места в правительстве главенствующие в Кремле? Теплые, да. Тогда гимном России будет песня «Ей, хлопцы, гей». А парады наконец-то разрешат. В КВНе была такая замечательная шутка, это что за гей-парад? Парад победы? Парад победы? Это над разумом. Знаете, вот... Если серьезно, Михаил Иванович... Если серьезно, ну как, ну человек вот так живет, да? Ну, ради бога, это твое личное дело. Но, вот я подобные своему заключения со сцены говорил, что на самом деле это есть. Это есть гормональное расстройство. В природу заложены мужчины и женщины для продолжения рода. Отвлечение от этой сверхзадачи есть некоторая... Ну, это, ну, это болезнь. Это ее надо лечить, относиться с уважением. Мы же лечим астматиков, мы же лечим турбергулезных больных или больных танзелитом, у кого гайморит. Так это лечить. Но парад больных гайморитов вы же не можете устроить. Или вы же не можете партия больных танзелитов, так допустим. Хотя, когда я прихожу в магазин, я, например, часто обращаюсь именно к этим ребятам, потому что они более аккуратные, они хорошо знают товар, который продают. Они не как мужланы наплевательски к тебе относятся. Ну, раз такое природа создала, значит, такое должно быть. Но при чем тут партия? У меня вопрос. И как они будут избирать по каким признакам своего лидера? Можете мне сказать? По вторичному. Друзья, несколько сообщений, которые пришли к нам на 8870. Вы знаете, как перевели, кстати, три танкиста? То есть, вообще, это все есть подражание Западу. Слепой и бездумный. Ведь, интересно, сейчас работает спеллчекер на многих блогах, везде, в общем-то. И есть такие электронные словари, как их называют? Ну, когда ты пишешь по-русски, а тебе автоматический перевод на английский. Ну, типичный пример Google Translator. Да, конечно, гугловский переводчик, а это очень смешно, кстати, набираешь по-английски, там, быть или не быть, монолог, закладываешь, тебе такое переведут. Фильм «Три танкиста и собака» перевели три геотанкиста в одном танке. Нет, три веселых. А, три веселых гомосексуалистов в танке. А собака, что без дела осталось в таком случае. Но потом, правда, поправили эту ошибку, вычеркнули. Какое-то еще очень смешное в этом же Google переводчике тоже название получилось. Сейчас не помню. Ладно, вспомню, скажу. Я вот то, что знаю, это если забивать немецкий перевод «веселые ребята», то есть из русского на немецкий, то он... Ребята гомосексуалисты у них. Гомосексуалисты, да, ну и так далее. Хотя гей, это у них веселый, гай, гей, гай, гай там, гей, это веселый. Но вот почему мы все время напоминаем страну-пародию? Пародию на самих себя. Это я как сатирик заключение сделал. Что дальше у нас? Дальше у нас есть еще несколько сообщений. На сей раз я предлагаю перенестись из России в куда более демократические страны. Например, поговорить о КНДР. Так вот, лидер КНДР Ким Чен Ын, пришедший к власти после кончины... Ким Чен Сын. Да, с 2011 года своего отца приказал вооруженным силам страны утопить врагов в море в случае провокационных действий против Пхеньяна. Сильный. Да, то есть он выступил на закрытом заседании генералитета и сообщил, что необходимо всех врагов утопить в море. А в чем, собственно, проблема? Заключается она в том, что Северная Корея, Соединенные Штаты, Южная Корея, Япония резко категорически против выступают с запуска Северной Кореи спутника собственного. Считаю, что это испытание баллистических ракет. Знаете, вот... Ведь Северная Корея не просто так существует. Действия рождают противодействие. И когда так себя агрессивно ведут натовцы и американцы, всегда подобная Северная Корея появится на земле. Всегда появится какой-то лидер, который решит этой агрессии противостоять. Это вопрос философии. Это не так просто. Это не бытовая проблема. Что дальше? Есть еще одна корейская новость. Она пришла тоже на этой неделе. КНДР объявила об изменении требований к минимальному росту призывников. Он снижен на 3 сантиметра и сейчас составляет 142 сантиметра. Такой рост должен быть у корейского призывника, чтобы он мог служить в корейской народной армии. Если дойдет до 30 сантиметров, сражаться с ним будет невозможно. Вы просто не будете знать. Их будет, знаете, как много. Ну, то есть радары перестанут брать. А их не будет засекать ни одна американская ультразвуковая и ультрафиолетовая установка. Михаил Николаевич, а теперь любимая история про Америку. Так, вот, вот, я дождал. Дорогие радиослушатели, вы заметите, я эту тему не начинал. Прошу. Итак, предполагаемую сотрудницу российской разведки Анну Чапман экстрадировали из США, так как она подобралась слишком близко к президенту Обаме. Об этом в интервью британской Би-Би-Си заявил замдиректора ФБР по контрразведке Фрэнд Фил Ютси. Шпионское кольцо, говорит он, было уже так близко к одному из членов администрации президента, что мы не могли больше ждать. По его словам, Чапман пыталась соблазнить одного из приближенных Барака Обамы и подкрадывалась все ближе и ближе к более высоким чиновникам. То есть, видимо, она соблазняла так как бы по очереди, и наконец-то круг начал настолько серьезно сужаться, что ФБР уже перестала просто за этим наблюдать там в стереоочках и решили прекратить эту... А это метод дедукции называется. Берешь большой круг, а потом начинаешь сужать. Слушайте, ну и она героиня. Это сколько же она пропустила через себя тех, кого она соблазняла? Ну, это по словам ФБР. Кому-то она не дала ФБР, и он запустил эту дезу, я думаю. Хотя она способная. Хотя лекарства, да, и в обед давали. Она способная, конечно. Я как раз был, я говорил про Окунево, деревню, неподалеку от города Омска. Я как раз там был, когда показывали по новостям Чапман. Вот вся эта история известная с ней. И два простых таких наших мужичка смотрели на телевизор. Гениально один сказал. Говорит, вот молодец, вот смелая. Оголила провода по самую розетку. Она в мини-юбке была. С такими проводами она может соблазнить и Обаму, в принципе. Но у нее жена хорошая. Вы знаете, я хочу просто официальную позицию радиостанции ЮморФМ заявить. На самом деле Анна Чапман прекрасная, замечательная девушка. Я ее знаю лично. Она приходила на наш концерт, все хиты ЮморФМ, на первом. Она прекрасный, удивительный человек. И мне кажется, что американцы сейчас вот эту дезу по поводу того, что она там всех соблазняла подряд, как раз и запускают для того, чтобы дискредитировать ее имя. Ну, на то похоже. Я не знал про вашу дружбу с Чапман, может быть, но это то, что я про нее сказал, это не есть зависть. После сообщения о партии. Она наверняка не заурядный человек. Я в этом не сомневаюсь. Она ведь заинтересует мужиков, которых оголенными проводами просто не заинтересуешь. Значит, она умеет с ними разговаривать. Она умеет слушать. Ведь как легче всего расколоть мужика? Это слушать. И, допустим, вот он пригласит девушку в ресторан, а она его так слушает, что даже не ест. Мужик расплывается в этот момент. Ой, как я ей нравлюсь. Она есть даже не может. Она мною наслаждается. Она талантлива, бесспорно. Мы вернемся в студию, друзья, через несколько минут. Небольшая рекламная пауза. Добрый день всем, кто слушает радиостанцию ЮморФМ сейчас. Добрый вечер жителям восточной части страны. Мы продолжаем программу Неформат. И я хочу просто сейчас извиниться перед теми людьми, которые звонят нам на 0731. Друзья, нам просто, у нас нет времени принимать все звонки. Но обещаю, что в ближайшее время мы это сделаем. 0731 номер для ваших телефонных звонков. То есть мы примем их сейчас и ответим через неделю. Да, ответим через неделю, например. 8870 номер для ваших смс-сообщений. Все, кто пишет нам свои наблюдашки, как их называет Михаил Николаевич Задорнов. Наблюдизмы еще. Да, мы подведем итоги и в финале программы даже вручим определенное количество призов. Да. Очень много смешных вещей, это правда. Сейчас я хочу предварить нашу традиционную рубрику, которая называется «Вопрос от звезды». Давайте ее послушаем. Хорошо. Неформат. Вопрос от звезды. Здравствуйте, с вами Николай Дроздов. У меня есть вопрос к самому Михаилу Задорнову. Дорогой Михаил, прошли новости, что обезьяны научились пользоваться планшетными компьютерами. Я до сих пор не умею. А как вы, владели этим сложным прибором? Айпадом, да? Ну, планшетники, да. Его кто как назовет. Айпад, Айпед, Айпод. По-русски даже точно названия нет. Один говорит «Айпейд». То есть, что заплатил, значит, за Айпад. Я, уважаемый господин Дроздов, я умею этим пользоваться, но я не пользуюсь. Как бы объяснить мою точку зрения. Во-первых, когда я вижу, что в Кремле сидят чиновники и все айпадят, айпадоблутцы такие, то мне уже этим не хочется заниматься. А еще сегодня есть очень интересный признак. Идет дама крутая в возрасте, у нее обязательно есть айпад и собачка. Вот этот набор точняк такой. Это набор крутой, престарелой жизни. А кто пользуется айпадом? Дама или собачка? Когда он идет? Дама с собачкой и с айпадом. Надо писать сегодня продолжение. Но, да, айпад в чем-то удобен, бесспорно. Но для меня это... У меня голова хорошая, мне айпад не нужен. Как и вам, господин Дроздов. Но, тем не менее, это, конечно, современная технология. А то, что обезьяны научились пользоваться айпадом, я всегда говорил, очень много признаков. У нас общих шимпанзе. Когда я проснулся, это вам будет интересно, в гамаке, в джунглях, где я провел две ночи, и утром, а всю ночь в джунглях звери чавкали, чавкали, рыгали. Ну, я заглушки вставил в уши, меня сторожили местные туземцы, поэтому я спокойно спал. А утром я проснулся, естественно, на рассвете, все зверье просыпаются на рассвете, и я вместе с ними. И вдруг чувствую, на меня кто-то смотрит. И огромная шимпанзюха сидит на дереве и зырит, как бы у меня стыбзить что-нибудь. Они же воровать любят. Потрясающе. И вот когда я понял, что она думает у меня, с меня, что бы у меня украсть, я понял, что мы произошли от них. Давайте послушаем Данила. Данил, здравствуйте, он звонит из Новосибирска. Оборвался звонок. А у нас все обрываются сегодня. Ну, что-то да, видимо, со связью. Очень жаль, да. Я хотел бы продолжить тему животных. Да. Данил хотел нам по поводу охоты задать вопрос. Охотитесь ли вы, Михаил Николаевич? Нет, я не охочусь. Я вообще убийство, мне не нравится. Вот и ответили. Орангутаны пользуются приложением в айфоне, да? Ой, в айпаде. То есть, как пользуются шимпанзе и орангутаны этими приложениями, этими планшетниками. Они пользуются приложением для рисования, пользуются приложением для музыцирования, то есть, что-то напевают туда и записывают. А также играют в простые игры, вроде рыбок, которые плавают в воде и расплываются в сторону от прикосновения пальцев. Но при этом важно то, что им айпады в руки не дают, то есть, их как-то фиксируют, потому что они их сразу же ломают. Я не знаю, было ли такое при ваших наблюдениях у дам с собачками или нет? Но они все-таки развились с тех пор. По поводу того, насколько животные ушли далеко вперед и то, чего мы, может быть, раньше не замечали. На этой неделе пришло сообщение, что полицейские имеются не только у людей. Исследования не дают... Максим, можно я еще по поводу айпада, айпода, айпеда добавлю? Конечно. Наши люди в России научились делать то, что с айпадами не догадались сделать ни шимпанзе, ни мои любимые американцы. Знаете, ведь морозы были в Европе и в Америке, а в мороз руки в перчатках, а на перчатке не откликается экран. Да-да-да, действительно. И поизобрели специальные перчатки, чтобы пользоваться айпадом и айфоном в том числе, сохраняя передающие, я так понимаю, тепловые лучи, скорее всего. Перчатки достаточно дорогие. Но вот все-таки тупые есть тупые. А наши ребята что делают? Зачем тратить деньги? Они носом набирают. Это же гениально. Я видел несколько таких историй, сидит дама на скамейке с собачкой и носом тычет твой патр. Я, честно говоря, не сразу в тему въехал. Я ей говорил, правильно, вы угадали. Я ей потом говорю, что же вы своим? Берите собачку, у вас эта маленькая Дуся такая, маленькая Дуся сидит. Голосок. Вот вы давайте ее носом тычьте. У нас есть еще одно сообщение, на котором я немножко остановился, давно продолжу его. Это сообщение о том, что недавние исследования швейцарских зоологов показали, что у шимпанзе тоже есть своя служба охраны общественного порядка. То есть вот в стае. Вот у них-то и есть как раз. Да, в нее входят особи, пользующиеся большим авторитетом. Причем быть полицейскими в обезьянном обществе весьма почетно. Знаете, это надо Нургалиеву передать. Может быть, ему все-таки поменять некоторых полицейских. И может, у нас охрана будет, если мы шимпанзе наймем. Ну, на этой неделе как раз Рашид Нургалиев, выступая, сообщил о том, что не стоит столь уж сильно ругать полицию, потому что полицейские это же ваши родственники и друзья, которые служат в полиции. Вот, которые пытают, которые поверили, что они полицейские, копы, да, которые перестали пить водку, жрут вискарь. И, знаете, ну вот это обращение, организовать курсы человеколюбия для сегодняшних полицейских, у меня до сих пор не идет из головы. Причем, я думаю так, действительно это сработает. Потому что, если раньше швабру в зад засовывал пять раз, то после прохождения курсов человеколюбия два раза будет, и уже с вазанным вазелином. Извините за грубость, но я же не могу, же, мимо же того, же, пройти же. Да, поэтому давайте почитаем некоторые из ваших сообщений. Как говорят, вы сразу переключаете. Как только не заносит задорно. Как только задорно затрагивает какую-то очень жесткую тему, приходили такие сообщения, ведущий сразу переключает его внимание на любимую Америку. А вообще, про шимпанзе продолжаю. Я должен сказать, кое-чему у них можно поучиться. Во-первых, они верные, и они действительно, вот самцы и шимпанзе, очень заботливо относятся к своим самкам. А во-вторых, из-за нефти они не убивают, из-за кредитов не убивают, и не наезжают друг на друга, и не живут в мире потребления. Так что, дроздов прав, кое-чему у шимпанзе поучиться можно. Дорогие друзья, помните всегда, что в мире и в жизни есть куда более ценные вещи, чем деньги, какие-то материальные ценности. Просто живите и радуйтесь жизни. Мы вернемся в студию буквально через пару минут. Продолжается программа «Неформат», и у нас есть телефонный звонок. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Неужели опять сорвалось? Да, очень странно, нет Виктора. Или он заряжает нас минутой молчания. Да, наверное, делает пасы. Алло. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Виктор. Милиция, которые звучали. Да. Они выделили растяжки, которая была. Там у них еще висела растяжка такая, на которой звучало «Никогда не сдавайся». И было изображение цабли, пытающейся съесть рягушку. И в это пару лет назад, это было пару лет назад, когда еще была милиция, и аккурат под этой растяжкой местная милиция пыталась задержать какого-то хулигана. Это ужасно. Ну, он так, ну, не без чиновредительства, но оказывал им сопротивление. Они пытались на него надеть наручники. Классно. Вот такая вот история была. Их надо было сфотографировать. Это хороший фон был бы для этого. «Никогда не сдавайся». Лягушка, цапля. Замечательно. Какой же у нас народ талантливый. Вот этот талант на пользу Родине. Я просто, когда Виктор начал рассказывать, подумал, что это просто на въезде в Луховицу висит плакат «Никогда не сдавайся». И Луховицы впереди. А, и Луховицы впереди. Наберись мужества, объезжая к нам. По поводу движения. На этой неделе пришло много сообщений. Я предлагаю не обсуждать сейчас историю с часами, которые возникли и не возникли на руке у патриарха, потому что... Не наше дело. Ну да, тут очень странно. Появились они, не появились. А часы не наше дело обсуждать, потому что счастливые часов не обсуждают. И не наблюдают. Не наблюдают. Но есть новости, связанные с религией. В Поморье... Я осторожно к этому отношусь. В Поморье, в новости за Архангельска, Интерфакс сообщает, что настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского по дворе Артемиево-Веркольского монастыря Архангельска, игумен Феодосий, благословил автопробег участников общества анонимных алкоголиков. Класс. То есть напоил, благословил, за руль посадил, благословил, и они поехали. Знаете, я вот с сожалением сейчас буду говорить о том, что среди священников есть сегодня все-таки люди, которые не верят в Бога. Вот ко мне недавно подсел в вагон в соседнее купе батюшка. Ехал я в поезде. Он всю ночь слушал тяжелый рок. Ну, я понимаю, что тяжелый рок может быть на свете все, но все-таки он батюшка в рясе. Я проводникам говорю, он что, действительно батюшка? Он говорит, да, но молодой, говорят. Ну, хорошо. Наконец я не выдержал, пошел, постучал, действительно открыл молодой человек без признаков веры в Бога вообще. Потому что не было ни ряса, ничего. Ну, просто какой-то пацан, реальный кореш открыл. Я говорю, вы батюшка? Он говорит, да. Я говорю, а чего ж вы вот так громыхаете? Ну, хорошо. Вы любите тяжелый рок, ну, наденьте наушники и слушайте, и молитесь в наушниках под эту музыку. Ну, чего ж вы мешаете спать всем? Это не про христиански. Ночью мешать всем спать. Надо отдать должное. Он сказал, да. Говорит, ну, что вы так наезжаете? Прямо и такие. Так и говорит, что наезжаете? Жизнь изменилась. И рассказал мне дивный случай. Как к нему пришла, как это, посетительница, молодая, вот у кого такая в церковь пришла провода по самую розетку мини-юбке. И говорит, батюшка, говорит, а она гламурно такое, говорит, батюшка, говорит, она голосом Галкина, который изображает Дану Борисову, ой, Ренату Литвину. Говорит, батюшка, где у вас тут икона? Вот как задорно, говорит, готовы? Да, все сидите. Икона, утоли мои желания. Даже он одеревенел на время, чуть в икону не превратился. Говорит, милая, как не стыдно. Икона называется утоли мои печали. Она ему выдает, батюшка, нахрен мне ваши печали. Мне желание нужно утолить. Давайте сейчас вернемся к нашей традиционной рубрике, которая называется «Слух недели». Послушаем Машу Белкину. Накануне 1 апреля сразу в нескольких российских изданиях появилась любопытная информация. СМИ говорили о том, что с 1 мая 2012 года в нашей стране вступает в силу закон о правилах поведения в общественных местах. Якобы его подписал Дмитрий Медведев еще 27 сентября 2011 года. Отдельная глава законопроекта, по словам журналистов, посвящена дресс-коду в общественных местах. В ней, в частности, говорится, что гражданин Российской Федерации в любой ситуации обязан выглядеть подобающим образом. Отдельная статья так называемого закона посвящена женскому гардеробу. Цитирую. Информацию об этом странном нововведении, напомню, распространили многие российские интернет-издания. Причем журналисты отмечали, что с 15 апреля текущего года все ведущие российские СМИ опубликуют закон о правилах поведения в общественных местах на своих страницах. Неформат. Слух недели. Михаил Николаевич, слух недели, который прошел, его перепечатали многие интернет-издания, даже некоторые печатные СМИ вышли с этим сообщением. 16 марта впервые оно появилось. Что вы скажете об этом? Дресс-код для россиян. Дресс-код для россиян. Дресс-код, ни слова. Из всего этого мне не нравится только название. Дресс-код. Так же, как чек-саунд, саунд-чек. Вот я все это Муру не люблю. И я всегда говорю, ну, ребята, ну что, какие инвестиции? Инвестор это влагалец, вложенец. Ну, всегда есть русская замена. А, словом, но одеваться же прилично, действительно, надо, особенно на работу. И я сейчас бы воскрикнул, ура, я со своим мировоззрением победил. Я уже 10 лет говорю о том, как одеваются наши моднявки-гламурки. Вот эти безумно красивые, которые думают, что они красивые, при этом оказываются просто безумные. Ведь у меня целая история судебная была с городом Владивостоком. Из-за этого, а теперь закон может выйти, наконец-то. Кто победил? Я победил. Во Владивостоке Дарькина сняли, а тут просто узаконят то, о чем я говорил. Ведь я сказал правду. Хорошие девчонки вышли на улицу, я вышел из гостиницы. Хюндай, да, как она? Нет, не Хюндай. Хюндай, Хюндай. Хюндай, гостиница. И у меня было ощущение, что проститутки на работу идут. Вот это приличные девахи шли... Проститутки с работы возвращаются утром. Это приличные девахи шли на работу. Если ты идешь так одето, гламурно на работу, ты идешь работать самкой. Ты идешь зацепить мужика. Конечно, то, что называется дресс-кодом, мне такое название не нравится. Надо придумать русскую замену. И действительно, их надо привести к общему знаменателю. Потому что, что такое гламур? Я говорил и буду повторять всегда. Это понятие уродов о красоте. Когда идет девушка так одетая, я понимаю, что она уродка. Что... Что... Я часто об этом уже говорил, поэтому мне бы хотелось, чтобы эти слухи подтвердились. Вот так вот скажем. Только обвязку словесную придумать родную бы хорошо этому было. Ну, вы знаете, что слухи, они... Ну, нет дыма без огня. Вероятно, что что-то подобное готовится, потому что... Я думаю, что да, поэтому слух запустили специально узнать мнение, что будут думать по этому поводу. Пожалуйста, у себя дома одевайся как хочешь. Но если ты на работу приходишь в таком виде, ты приходишь работать кофеноской. Но даже не секретарши. Я поддерживаю такой закон. У нас есть топ-5 новостей, которые, на мой взгляд, нужно обязательно прокомментировать. Ну, или, по крайней мере, чтобы высложили и дали какую-то свою оценку. Ой, простите, простите, а эти, которые ходят на работу с оголенным пупком. Ну, слушайте, или эти молодые люди-менеджеры, совсем молодые, приходят с джинсы, у них как будто вот они до туалета не успели добежать. Они ширинка ниже колен. Вот, да? А эти... Это у нас мода такая, Михаил Искалаевич. Нормально, пускай у себя дома, ребят. Ну, или идешь на базар, картошку в джинсах понесешь с базара. Но не на работу, не там, где дело какое-то надо делать. Я же всегда говорю, вот я же видел эту картинку. Потом, нашим женщинам это не идет. Наши женщины, извините, вот, знаю, что я хочу сказать. Дородные, до родов предназначенные. То, что позволено модели на подиуме, нельзя носить в жизни. Модель, кого может родить? Она дородная? Нет. Она может родить только косточку. А наша с нашими бивнями. Куда ей то, что модели подходят? У модели грудь, двухкнопочный калькулятор. А у этой, в ботике Армани, стоит со своим бивнями, говорит, мне топчик. Армани даже не знал, что такие бивни бывают. Он бы разорился на топчиках, если бы он шил на наших дивах. Она таки влезла в этот топчик. Асфальтирующий каток по сиськам проехал. Стоит, не дышит, говорит, мне низунчик еще. Колбаска охотничья, перетянутая топчиком-низунчиком, между этим спасательный круг. Поэтому я приветствую такие слухи и буду надеяться, что они перерастут все-таки в некоторые правила поведения. Вот так скажем. У нас, кстати, на этой неделе будет неделя высокой моды в Москве. Вот там, оголяйте пупки и копчики. Все можно увидеть. Да ради бога. Вы знаете, пришло сообщение из Соединенных Штатов Америки. Есть такая страна в мире. 36-летняя Надин Швайгер из Северной Дакоты сыграла пышную свадьбу. Она надела красивое голубое платье, заказала огромный праздничный торт и даже пригласила 45 гостей. Единственное, чего на этой церемонии не хватало, это жениха. Жениха. Надин демонстративно вышла замуж за саму себя, чтобы доказать, что для полного счастья мужчина ей не нужен вовсе. Интересно, как она первую врачную ночь проводила? У зеркала? Как анонимные алкоголики. Нормально. Еще пара сообщений. Это как анекдот жутко неприличный. Попробую прилично рассказать его. Когда дочка застала своего отца, вернувшись с работы, с ее вибратором на столе. Она говорит, пап, ты что делаешь? Он говорит, с зятем выпиваю. Я не знал, правда. Я вообще анекдоты не расскажу, так, к месту. Но я покраснел. Вот кто меня в онлайне видит, видит, что я не вру. Я покраснел. В онлайн-трансляция. Первый раз я такое позволил. Более 14 лет добровольно не возвращался из открытого моря британский моряк. Об этом пишет издание The Sun. Джон Викинг, которому исполнилось 49 лет, в случае в Королевском военно-морском флоте, первый раз возвращается в семью за 14 лет. За этот период, пока он не сходил на берег, он посетил 30 стран, сменил 10 подводных лодок и 5 кораблей. Завидую. Его жене Джули завидуем. А вот женщины должны его жене завидовать. Для того, чтобы муж не ощущал себя одиноким, лишь иногда разрешали присутствовать на судне. У него родилась дочь, у этой дочки уже родилась своя дочь, у него есть уже внучка теперь. Вот смотрите, вот не обыватель он, да? Вот он тоже не формат, его надо пригласить в нашу передачу и расспросить о его жизни. Мне кажется, такой человек интересен. Не знаю, радостно он прожил, нет, но не формат. Я считаю, любой не формат это личность, это не обыватель. Интересное сообщение, учту, все, поехал. Да, у нас совсем мало времени до рекламы, поэтому еще прочитаю интересную новость. В Химках, приезжий из Армении, пытался вынести из банка банкомат. Его... Действительно, что бабки выносили? В понедельник, в понедельник до ночи сработала охранная сигнализация, его задержали лишь потому, что он не смог просунуть его в двери. А зачем, интересно? Он что хотел, принести домой и гостей угощать этим банкоматом? Не, вы устроите игру «Угадай пин-код». А, классно, да. У нас небольшая рекламная пауза, после которой мы вернемся в студии программы «Неформат» на Юмор.ФМ. Программа «Неформат» на радиостанции Юмор.ФМ продолжается. Вы слушаете нас в прямом эфире во всей стране и даже за рубежом. Михаил Задорнов, ведущий программы, я помогаю ему принимать ваши звонки и сообщения. Меня зовут Максим Завелин, я продюсер радиостанции Юмор.ФМ. Михаил Николаевич, наша традиционная рубрика. В течение недели мы принимаем звонки на мобильный портал 0731, которые не попадают в прямой эфир, но люди, тем не менее, интересуются, задают какие-то вопросы. Поэтому давайте перейдем к нашему блиц-ответу на пять самых лучших, по нашему мнению, вопросов в неделе от наших радиослушателей. Неформат. Пять лучших вопросов в неделе. Номер пять. Здравствуйте, Елена, Вышний Волочок. Михаил Николаевич, а как вы относитесь к проявлениям феминизма в Вышнем Волочке? У нас сформировалась уже целая организация, четыре человека. Большая угроза Волочку, четыре человека. А у вас Волочков бывало? Пятый. Пятый будет. Я вообще очень хорошо отношусь к тому, что женщины хотят быть женщинами. Если я вообще правильно понял этот вопрос. Ну, я думаю, да. И особенно в исконно русском городе. Это то, что я говорил перед перерывом. О том, что носить, как одеваться. Да наденет наша женщина сарафан. Она прелестно становится в платье. Чудо. Вообще, русским женщинам спасать мир предстоит. Поэтому они должны оставаться женщинами. Вот, что я вам скажу. Всевышние волочане. Неформат. Пять лучших вопросов недели. Номер четыре. Это вам дозвонился Виктор. Я живу далеко от базы. У меня ваша волна шепит очень. Вы можете говорить погромче, чтобы я нормально слушал программу вашу? Да! Да! Я громко сказал! Все, теперь нас слышно. Перешкалило у всех, кто в пробках стоял. Неформат. Пять лучших вопросов недели. Номер три. Здравствуйте, меня зовут Роман. Из Москвы. Михаил Николаевич, после вашей передачи я решил написать поэму про Рюрика. Но меня смущает рифма к слову Рюри. Ну, например, Рю... А я не понял, что здесь пипикали. Ну, оборвалась связь просто. А, просто связь оборвалась. Ну, хорошо, что вспомнил он об этом. Ну, не шутить неохота, потому что я располагал в своем журнале очень много материал про Рюрика. Я вам должен сказать, на сегодняшний день эти материалы в живом журнале прочитало 200 тысяч человек. Наша страна, которая интересуется украденной, потерянной историей, не безнадежна. Вот так скажем. А ваше ерничание по поводу рифмы на Юрик вам выйдет боком. Потому что кто над святым свется, то насморк будет. Вот как только у вас будет насморк, вспомните то, что я сказал. И бросьте свою поэму. Знаете такое выражение? Разорвать и выбросить. Вот, будьте добры. Неформат. Пять лучших вопросов недели. Номер два. Здравствуйте, я Евгений из города Перми. Михаил Николаевич, а вы не хотите затронуть тему ЖКХ и особенно нашего второго подъезда? Спасибо. Вот именно вашего второго подъезда очень хочу. Вот я живу и думаю, как затронуть тему вашего второго подъезда. Думаю, если я не затрону, не в общем. И не жить на свете. Я зря прожил жизнь. Второй ваш подъезд, он мне спать не дает. Еще бы я знал, в каком городе, на какой улице и кто вы. Было бы интересно. Жду конкретных сообщений о втором подъезде и что в нем такого. Ну, у нас есть информация, что это Перми. Звонок из Перми. Перми, второй этаж. Вот такой адрес. Более точно дать не можно. Второй подъезд, Перми, второй подъезд. Перми, второй подъезд, да. Это хорошо. Не формат. Пять лучших вопросов в неделе. Номер один. Здравствуйте, меня зовут Дина. А мои однокурсники почему-то придумали мне кличку Дина Мо. Хотя я вообще-то не болельщица. Михаил Николаевич, а вы за кого болеете? Я болею за родственников своих. А, вы имеете в виду что? Наверное, спорт имеете в виду? Спорт, да, имеется в виду. Я ни за кого не болею. Бессмысленно. Я хочу быть здоровым человеком. Вообще, это вот слово болельщик, да, это явно от слова боль. Мне нравится смотреть легкую атлетику очень. Я сам занимался легкой атлетикой. И мне нравится очень смотреть, когда-то было, наши хоккейные матчи. И даже когда играли гимн, я вставал у телевизора от счастья, от того, как наши классно это делали. Вот Дина Немо. Дина Немо. Михаил Николаевич, у нас программа подходит к концу, к сожалению. Надо итоги, наверное, просто. Да, мы обещали, что мы подведем итоги. И благодаря Яну Розенбергу мы действительно сейчас располагаем довольно большим количеством ваших объявлений, сообщений, названий различных ресторанов, кафе и так далее. Выбрали из них десятку. Да, некоторые из них я зачитаю. И мы уже договорились здесь за эфиром, что Михаил Николаевич выберет из них сейчас три победителя, которым и будет вручены. Да, я еще хотел добавить, что, наверное, три книжки больших, а остальным маленькие книжечки подарим, потому что здесь как-то три маловато. Много пришло достаточно хороших, да? Три мы выбрали лучших. И еще так много посылок сегодня у нас, что мы, наверное, разберем это к следующей нашей передаче. И с нее, и с объявления победителей, которых мы не успели просто прочитать из этих писем, мы начнем следующую передачу. А пока награждать будем тех, кто успел сегодня. Да, тех, кто успел прислать, там, до десяти минут назад. Город Пермь. Объявление в газете. Требуются работники. Адская работа. А, и надо было добавить администрация. Город Томск. Шиномонтаж. Рядом стоит магазин пива, на котором висит плакат. Ремонтируя авто, попивая у нас пивко. Ну, хорошо так, да, очень, очень ласково, понашенски. За это мы даем утешительный приз. Поцелуй всех членов нашей редакции. Целуй. Муа! В Топсе висит плакат реклама магазина. Хочешь качество и цены, значит ты клиент Елены. За... Елена, я не могу. За это, вот за такое объявление мы два приза даем. Одну маленькую книжку тому, кто прислал, а одну книжку побольше самой Елене. Реклама фена в метро. Надоели пересушенные волосы? Купи фен, который не сушат. Утешительный приз, небольшая книжечка. Надпись в обувном магазине. Обувь одевать только на ноги. Ну, друзья, кто слушает нас, имейте в виду, потому что вы не все знаете, куда одевать обувь. Это очень точное и вовремя распоряжение. Только на ноги обувь надевайте. Киноафиша. Фильм для взрослых. Ниже написано. Дети до 16 не допускаются. Еще ниже. Дети до 6 лет бесплатно. Владимир Тольятти. Ну, здорово. Это в тройку входит. Безусловно, это полноценная книжка. Объявление на двери отделения налоговой службы в Черемушках. Внутренние органы принимаются без очереди. В тройку входит. В тройку. Полноценный приз. Ну и, наконец, вывеска на дверях ЗАГСа в Кировской администрации города Новосибирск. Среда. Выдача документов. Четверг. Исправление ошибок в выданных документах. Замечательно. Это Виталий прислал. Тоже настоящую, хорошую, тяжелую книжку сатирика получаете. Я хотел бы еще уточнить. Вот разнообразные пришли наблюдения, наблюдизмы, наблюдашки. Я бы хотел на будущей, для будущей передачи уточнение сделать. Как бы разбить по темам. Ну, вот название разных учреждений, кафе, ресторанов. Это как бы одна подтема. Но вот мне кажется, интересны вот что. Я иногда смотрю на надписи и понимаю, что славяне, русские, ну и вообще, как принято говорить сегодня, россияне очень обленились. Например, приходишь в какое-то учреждение, стоит сломанный стул. Не починят. Латыши и эстонцы починят обязательно. В Израиле евреи починят. Немцы починят. Русские не чинят. Они пишут. Не садитесь, стул сломан. И таких надписей довольно много. Вот, друзья мои, может, заметите по этой теме. А я приведу примеры. В магазине открываете холодильник. Казалось бы, ну падает у вас полка. Почините. Нет. Написали, эту бутылку пива не трогать. Она держит пол. Вот, и эти люди еще верят в то, что выборы их могут спасти. В лифте лежат кирпичи. Написано. А унесите кирпичи и отремонтируйте лифт. Нет. Написали. Убедительная просьба. Не выносить кирпичи из лифта, так как из-за малого веса дети в нем застревают. Кто-то внизу приписал. Сволчек, кормите детей. И правильно был. Я был недавно в поликлинике в районе. Там написано прием анализа в моче. А внизу направление мочу подавайте в руки. Тире. У нас сквозняк. Ребят, избавьтесь из сквозняка. Ваше забрызгает. И, наконец, последний подарок. Возвращаемся к тому, что начали. К Подмосковью. На калитке. Воротами частного дома. Звонок не работает. Казалось бы. Почини. Нет. Звонок не работает. Сколько дразните собаку. Блестяще. Я хочу сказать всем большое спасибо за то, что вы были вместе с нами. На сайте веселаярадио.ру, на официальном сайте юмор.фм вы найдете в режиме онлайн все ваши сообщения. Призываю вас, пожалуйста, друзья, заходите, прочитайте. Там очень много смешного. Надо адреса, чтобы прислали. По каким высылать. Мы же не можем им по электронке выслать. Все адреса есть. Все телефоны есть. У нас все сохраняется. На этот счет не переживайте абсолютно. Мы отправим вам подарки от Михаила Задорнова. От меня. Да. До встречи в следующий раз. Всего вам доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok